Всем привет! С вами я, Элис, и канал Белевикс. Сейчас я нахожусь во Франции, и я покажу вам, как французы готовятся к школе. Скоро уже, к сожалению, 1 сентября, и пора закупаться на новый учебный год. И сегодня я покажу, какой тут есть ассортимент разных принадлежностей. К сожалению, они не съедобные, но я думаю, можно сделать и самим что-нибудь съедобненькое, чтобы в процессе уроков что-нибудь хм-хм и съедать. Не забудьте подписаться на канал Белевикс, чтобы не пропускать мои новинки, и нажмите на колокольчик. А также поставьте лайк под этим видео, и напишите в комментарии, что готовите вы уже на новый учебный год. И самая минимальная и дешевая цена — это 1 евро. Действительно, за 70 рублей можно купить вот такой вот рюкзак, и я уверена, он будет не хуже по качеству, чем другой. А также за 2 евро есть вот такой вот топовый рюкзачок. Кстати, мне он даже очень нравится. И тут, ооо, вы только посмотрите, как много рюкзаков. Просто выбирай свой любимый. И мы, собственно, будем с вами искать сегодня рюкзак Monster High. Тут есть как, рюкзак со Спайдерменом, то есть Человек-паук, Софи, Эльза, даже Свинка Пеппа. Покемоны за 10 евро, рюкзачки за 7, за 8. В принципе, да, такая вот цена у них. А также у них большую популярность завоевывают рюкзачки с такими вот колесиками. Хотя я не очень люблю, да у нас в России тоже как-то не особо любят такие рюкзаки. А тут уже рюкзаки пошли по 20 евро. Они покруче, побольше размером и без этих вот колесиков. Также есть пенальчики. Такие лучевые, с узорами золотыми, серебряными. И другие пеналы. Вот этот клёвый, он розовый, если вы можете заметить. И вот этот мне больше всего нравится, потому что я люблю розовый. Стоит он 4 евро. Мне же очень приглянулся вот такой вот малиновый серебристый пенальчик. И стоит он 6 евро. Ух ты, есть даже такой вот рюкзак с куклами DC Superhero Girls, а также Star Wars, то есть Свёздные войны. Но вот это мне нравится больше. И да, Симпсоны! Такие рюкзаки стоят по 40 евро. А внизу есть пеналы. И по-французски пеналы называются как твузос. Да, в общем, как-то так. И стоят они около 6 евро. То есть это около 400 рублей. В принципе, в России то же самое. О, леопарды. Надо же сюрприз. Приветик. Ну, а тут уже для мальчишек. И смотреть на, в принципе, нечего. Вот ещё рюкзаки. О, а тут уже более спортивные. Стоят они все по 15, по 30 евро. А вот этот рюкзак, я считаю, он самый модный. Стоит он 39 евро. Но он очень клёвый. Чёрный, прям как я люблю. Главный мой цвет, мой стиль жизни. И даже с такими вот... Даже вот с такими вот полосками. Издалека они будут казаться как будто золотые. Или даже белые. Но на самом деле они бежевые. А вот тут вот разные папочки. И мне очень нравится вот такая вот яркая, жёлтая. А также с собачками. Ну, в общем, в принципе, прикольная. Стоит по 5 евро. Классно. Я уже задумываюсь о приобретении, если честно. Да, наконец-то я вижу Monster High. Какие-то вещи. Это папка. И цена её непонятная. Но, скорее всего, 5 евро она стоит. И да, вот такая вот штукенция. Как её обратно положить. Знаете, у французов нет стандартных таких вот маленьких миниатюрных тетрадей, как у нас в России. У них всё такие вот большие тетради, что они такие тяжёлые. Господи, не дай бог такое носить в школу. Я, скорее, просто умру, чем буду это носить. Такие тетради стоят 3 евро. И, в принципе, мне кажется, если их покупать, то можно просто разориться. Сколько их покупать-то, ура! По 4 евро можно приобрести пенала со своим именем. И мне нравится Алисия. Кстати, я задумываюсь, а Алисия звучала бы и очень даже неплохо. А тут попробуем всё. А помимо именных числов, можно также приобрести и именные ластики. Никому не нужны шпоры, а? Такие шпаргалочки по 2 евро. А это для рисования. Ну, то бишь, не для меня, потому что я не умею. А тут для черчения и разной краски. По 2, приблизительно по 1 евро. Блокнотики. Ну, а тут уже пошли разные клеи, карандаши, ручки. И что же такого тут необычного? И маркеры. О, 12 маркеров стоят 11 евро. Ну, по 1... Ну, так как-то всё равно дорого, мне кажется. Ах, какие же наборы клёвые. О, топ 100. Значит, такая вот замазка входит в топ 100, кстати. Да, она очень удобная. Но всё-таки я привыкла пользоваться такой. И я всегда покупала раньше их. Но сейчас перестала, потому что у меня уже их достаточное количество дома оказалось. А ещё я часто писала вот этими ручками. И действительно, они очень хорошо стирают. И очень клёвые. Правда, красный цвет мне никогда не нужен был. И зелёный, в принципе, тоже не нужен. А ещё вот такие вот ручки, которые тоже популярны. И я не исключение пользовалась ими с огромнейшим удовольствием. А вот это как раз-таки хорошая подделка под них. Ну, тут, в принципе, всё стандартно и ничего такого особенного. О, как много клея. Если честно, я никогда не пользуюсь. А вот и книги французов, по которым они занимаются. Если честно, я тоже хотела бы сниматься по таким книгам. И мне кажется, это немного проще. И даже словарики есть. А тут ежедневники. Да-да-да. Мне вот этот понравился. Ой, есть кошечка, но тоже неплохой. А в Монстерхай вообще где? Ку-ку, алло, доброе утро. Есть только Мстители. Ну, понятное дело, это всем нравится мальчикам в основном. Тролли также есть, другие там Симпсоны, питомцы, понятное дело, Францесски, но Монстерхайку, ку-ку, алло, где? Ну, а вот рядом папки. А тут вы можете приобрести даже флейту за 4 евро. То есть это для музыкальной школы. И есть также тетради для нот. У нас они продаются достаточно такие большие и длинные. А тут коротенькие, и, если честно, мне кажется, это не очень удобно. Ну, вот что-то в этом роде. Такие вот. Стоят 3 евро. Ну, а где Монстерхай и Эврафтер, это просто вопрос на засыпку. Вот такие вот школьные принадлежности продаются во французском магазине. Это, конечно же, вышел у меня не DIY, но я вас просто познакомила с ассортиментом. И если вы ждете DIY от меня на тему Back to School, то есть с новой школы, то напишите в комментарии. Я думаю, такое видео я сниму. Вот такой вот типа влог у меня получился из французского магазина Ошан. Или по-русски Ошан. Да-да, именно так у них произносится это название магазина Ошан. Вы, наверное, сейчас такие типа чулу. Напишите мне в комментариях, готовитесь ли вы уже к школе. И если да, то как? Что купили? Может, одежду? Так что я жду ваши комментарии. И be cool and crazy. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.